МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. Запрет на посещение лесов в Самарской области продлен. На сегодняшний день в связи с складывающейся пожароопасной обстановкой на территории Самарской области и отдельно на территории городского округа Тольятти с соответствующими постановлениями правительства Самарской области и решением администрации городского округа Тольятти установлены запреты на посещение гражданами лесов при наступлении 4-5 класса пожарной опасности, который в настоящий момент в связи с аномальной жаркой погодой установлен на территории Самарской области, а также въезжать на транспортных средствах, либо мототехники. Хочу обратить внимание жителей города Тольятти на тот факт, что администрации города Тольятти проделана огромная работа по установлению различных средств фиксации административных правонарушений, какими являются камеры видеонаблюдения. Буквально две недели назад благодаря камерам в лесном массиве были установлены граждане, которые в результате противоправных действий уничтожили лесные насаждения. В настоящий момент сотрудниками МЧС и правоохранителями проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Осторожно, мошенники! Совсем недавно стало известно о новом способе мошенничества. Преступники научились дистанционно продавать чужие квартиры через госуслуги. Для этого им достаточно найти данные паспорта ИНН и СНИЛС, владельцы недвижимости, а затем сделка дистанционно проводится с помощью электронной цифровой подписи. Внимание! Чтобы не лишиться своей недвижимости и не стать жертвой мошенников, юристы рекомендуют подать через госуслуги заявление в Росреестр о запрете на совершение действий с недвижимостью без присутствия владельца. Тем самым вы обезопасите себя и свое имущество. Около трех недель в Тольятти разыскивают Станислава Мукасеева. С 25 июня мужчина не выходит на связь. Приметы пропавшего, рост около 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные. Во что был одет, неизвестно. Если вы что-либо знаете о местонахождении данного человека, просьба сообщить всю информацию в Единую службу 112. Если вы стали свидетелем электротравмы, первое, что необходимо сделать, это убедиться в собственной безопасности. Далее необходимо обеспечить безопасность пострадавшему. Лучше всего подойдет деревянная палка. Металлические предметы использовать категорически запрещено. И если есть поражение кожных покровов, их необходимо накрыть чистой салфеткой или тканью. Если же у пострадавшего отсутствует сознание, пульс и дыхание, необходимо приступить к реанимационным мероприятиям, которые следует продолжать до приезда бригады скорой помощи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова